В Московской области на территории выставочного центра «Патриот» открылся 15-й международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2024». Он начал работу 29 мая и будет длиться до 1 июня. Это ключевое событие в области средств и технологий безопасности широкого гражданского спектра применения. Оно организовано МЧС России. В четверг состоялось торжественное открытие международного салона. Участие в мероприятии принял губернатор Тверской области Игорь Руденя. Ключевая тема международного салона в 2024 году — обеспечение безопасности объектов инфраструктуры. В рамках обширной деловой программы участники события обсудят наиболее актуальные вопросы в сфере обеспечения безопасности населения и территорий. На профессиональной выставке представлены пожарная и аварийно-спасательная техника, аварийное спасательное оборудование, средства спасения, пожарно-спасательная экипировка и снаряжение, робототехнологические комплексы и БПЛА, средства связи, новейшие отечественные разработки в сфере цифровых информационных технологий, промышленной безопасности и многое другое. Губернатор Игорь Руденя ознакомился с представленными образцами. Участие в выставке принимают и тверские производители. Верхневолжье является одним из центров по производству техники для пожарных и спасательных подразделений. Она закупается не только для Тверского региона, но и известна по всей России. Одним из событий международного салона станет пленарное заседание, тема которого — защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций как основополагающий фактор обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. В Верхневолжье региональным правительством совместно с Главным управлением МЧС по Тверской области проводится системная работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций. С целью защиты лесов от пожаров в регионе ведется круглосуточный мониторинг с использованием космического воздушного наблюдения, видеокамер на мачтовых сооружениях сотовой связи, а также с помощью наземных мобильных групп. Это позволяет снижать количество лесных пожаров и площадь, пройденную огнём. В каждом муниципалитете созданы добровольные пожарные команды. В пяти — общественные объединения пожарной охраны. Субтитры создавал DimaTorzok